И продолжаем. Движение по московскому шоссе откроют уже летом, а осенью по проспекту Кирова. Тогда же на свой постамент вернется штурмовик Ил-2. Строительство тоннеля вышло на финишную прямую, бетонные работы на стадии завершения. Объект готов на 80%. Что сейчас происходит на площадке и когда большая стройка станет дорогой, поинтересовался Виталий Портнов. Этот сезон у строителей московского шоссе перед чемпионатом мира последний. Часть дороги была сделана в прошлом году, уложили два слоя нового асфальта, остался только верхний, выравнивающий. Поэтому возможно будут ограничения движения транспорта. Что касается тоннелей на стадии завершения бетонной работы. Эта развязка так же, как и на пересечении с Ракитовским шоссе, прослужит минимум 50 лет. Уложено порядка 36 тысяч кубов за год. У нас, между прочим, в этом году, скажем так, юбилей. Первый бетон был уложен 12 марта в конструкцию 2016 года. Также уложено в дело порядка 5,5 тысяч тонн арматуры. Бетонные работы основного конструктива, то есть это стены, фундаменты, будут окончены в мае месяце. После чего в тоннеле начнут укладывать асфальт. Несколько слоев и основание поднимется еще примерно на 40 сантиметров. Уже летом начнут готовить площадку сверху. Будут организованы пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. Здесь, в центре кольца проспекта Кирова, появится постамент. И уже осенью на свое место после реставрации вернется легендарный штурмовик Ил-2. Сам тоннель на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова уже построен. Готовность этого объекта 80%. Асфальт будут укладывать летом, поэтому движение, оно будет шестиполосным, планируется запустить уже осенью этого года. Основные работы сейчас идут на южной рампе. Там идет заливка бетонного основания последних двух секций и подпорных стен. Параллельно идет монтаж световых опор и ливневой канализации. Она будет в своем роде уникальной для региона. Основа – насосная станция. Всего на протяжении дороги их установят три. Уже в апреле начнется монтаж резервуаров и агрегатов. Дождевую воду будут откачивать из всех тоннелей, после чего она будет сливаться в ливневку и уже дальше на очистные сооружения. Ставится три насоса, два основных рабочих, один резервный, на случай отключения какого. Сама система дождевой канализации по Московскому шоссе, она включает ряд сооружений. Это насосная станция здесь, на Кирово, насосная станция на пересечении улицы Алматинской и Московского шоссе, насосная станция на втором путепроводе, локальные очистные сооружения, которые расположены в районе 18-го километра, и два там сразу у нас располагаются, и последнее локальное очистное сооружение находится в конце трассы. Перенесена и большая часть сетей – коммунальных и электрических. Сейчас на объекте по смену трудится порядка сотни специалистов, примерно столько же и техники. Напомню, реконструкция Московского шоссе от проспекта Кирово до выезда из города началась в 2015 году, а завершить работы должны уже в декабре этого года. Виталий Портнов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.